Продолжаем сквозной эфир на RTVI. С вами Гарик Негницкий. Я напоминаю, что наша трансляция доступна не только в телеэфире, но и в соцсетях и в YouTube. Администрация Байдена начинает расселять в США афганских беженцев, которые находятся на американских военных базах за рубежом. Там сейчас примерно 55,5 тысяч человек передает CNN. К расселению афганцев в США Белый дом собирается привлечь американских ветеранов. У многих из них сохранились связи с теми, кто помогал американцам во время 20-летней войны и кого США вывезли из Афганистана, где им грозила смерть от террористов, запрещенной в ряде стран, в том числе и в России, группировки «Талибан». По проекту Белого дома бывшие военнослужащие смогут предложить афганцам поселиться в тех городах, где живут сами. Это будет способствовать скорейшей адаптации беженцев. И ветеранские организации уже с радостью откликнулись на такое предложение. Каждому афганцу, вывезенному в США, федеральное правительство даст 2275 долларов, чтобы обжиться на новом месте на первых порах. Еще столько же предполагается собрать со спонсоров, а недостатка в них уже нет, отмечает CNN. Агентства по размещению беженцев уже обсуждали эту идею. Обычно они стараются как раз разместить приезжих в таких условиях, в которых будут максимально способствовать адаптации в новой среде. И в том числе тут предусматривается возможность постоянного общения с бывшими сослуживцами, теми самыми американскими ветеранами. Единственная проблема самих этих агентств за четыре года президентства Трампа стала заметно меньше, поскольку США принимали рекордно мало беженцев при Дональде Трампе. С нами сейчас на прямой связи Сабер Насири, глава Центра Американо-Афганских Отношений, который работает с беженцами. Сабер, здравствуйте, спасибо, что вы с нами. И я вновь приветствую Илью Левина, бывшего сотрудника Госдепартамента США. Илья, еще раз здравствуйте, еще раз спасибо, что вы с нами. Здравствуйте. Сабер, скажите, пожалуйста, много ли среди беженцев тех, кого американские ветераны могут назвать своими сослуживцами? Может быть, военные переводчики? Спасибо большое, что пригласили. Действительно, очень много беженцев поступает. Их распределяют на военных базах. Я лично видел большое количество. И проблема здесь в том, что организации, которые занимаются некоммерческой помощью беженцам, они отправляют тысячи людей в Абу-Даби и держат их в определенном лагере. Но никто не спросил беженцев, как они себя чувствуют. Ситуация очень сложная, поскольку большое количество людей болеют. И тысячи и тысячи новых беженцев жалуются на то, что их размещают на военных базах. Но ИОС и АЭС, иммиграционные службы, а также государственный департамент, они ничего не знают о состоянии этих беженцев. И, знаете, большое количество этих беженцев, у них нет никаких документальных подтверждений того, что они могут жить где-либо еще, кроме Афганистана. В отличие от большого количества людей, которым действительно угрожает опасность, ведь талибы сейчас ходят от двери к двери и ищут тех, кто помогал американцам. Сабир, я правильно понимаю, что американские военные базы за рубежом совершенно оказались не приспособлены к приему такого количества людей? Да, вы правы. Тысячи и тысячи беженцев сейчас поступают на военные базы, в эти лагеря. 56 тысяч примерно находятся внутри военных баз. под руководством американских военных, в то время как иммиграционные службы занимаются бумажной волокитой. Я надеюсь, что другие страны, которые являются союзниками США, помогут в принятии этих беженцев. Но сейчас, конечно, очень сложная ситуация. Илья, скажите, пожалуйста, почему так важно принять афганских беженцев, почему эта проблема является такой актуальной сегодня? Ну, у этой проблемы есть два аспекта. Это вопрос Илья Собер, извините. У этой проблемы есть два аспекта. Один юридический, а второй моральный. Юридический аспект касается того, что многие беженцы подпадают под разные международные соглашения, касающиеся предоставления убежища лицам, которым угрожает преследование по политическим и иным соображениям. А что касается морального аспекта, это люди, которые с нами сотрудничали, которые работали с нами, которые подвергали свою жизнь риску из-за того, что они работали с нами. И мы им, естественно, обязаны. Есть ли какие-то исторические прецеденты? Я знаю, что из Вьетнама вывозили, Илья, людей, и там даже больше. Если сейчас, когда мы говорим об афганцах, называется цифра 55,5- 55 600 человек. Это те, кто находятся на американских военных базах за рубежом. В случае с Вьетнамом там было, по-моему, больше 100 тысяч. Прецеденты, разумеется, были. И вот судя по тому, что я читаю сейчас, предпринимаются, сейчас собираются предпринимать меры, у которых, почти, есть прецедент. Это то, что касается спонсоров. Здесь есть крупные организации, которые исторически занимаются приемом и размещением беженцев. Такие организации, например, как ХАЭС. Я думаю, с этой организацией знакомы многие из ваших слушателей. Эта организация занималась приемом еврейских беженцев из бывшего Советского Союза. Есть ИРС и другие. И эти организации работают вот как. Они получают определенные гранты от федерального правительства, а дальше они помогают разместить этих людей в Соединенных Штатах, помочь им с адаптацией, с поиском работы, жилья и так далее. И главное, что они делают, они пытаются найти для них спонсоров. Ну, вот, как я сказал, что они раньше принимали, например, еврейских беженцев, то есть старались найти еврейские общины, которые готовы были помочь им с адаптацией. Сейчас они в качестве спонсоров готовы приветствовать тех людей, которые служили с этими афганцами в Афганистане, бывших американских военных. И, как было сказано, недостатка этих спонсоров нет. Потому что те, кто работали с афганцами, которые были с ними, что называется, плечом к плечу, они, естественно, будут рады им помочь. И сумма, которую вы назвали, там, 2000 чем-то долларов, ну, конечно, на самом деле понадобится куда больше средств на то, чтобы помочь людям с жильем, с работой и так далее. Но я думаю, что, опять-таки, недостатка в этом не будет. У американцев есть давние традиции волонтерства. Так что желающих помочь бывшим афганским сослуживцам здесь будет достаточно. Илья, давайте Сабера подключим, он буквально рвется в разговор. Сабер, вы по поводу спонсорских организаций хотели, видимо, что-то добавить. Да, правильно, я хотел также добавить к вашему бывшему собеседнику. Здесь есть такая сложность, что большое количество людей, которые работали с американцами, действительно, остались в Афганистане, а вместо них приехало огромное количество людей, которые никак американцам не помогали, просто оказались здесь. И да, вы правы, действительно, понадобится большое количество денег, чтобы помочь союзникам американцев. Но, опять же, повторюсь, большое количество людей, которым пойдет эта помощь, они никак не помогали американцам. Еще также вернемся к вопросу о евреях. В Афганистане тоже есть евреи, они должны приехать в Америку, но, естественно, есть большое количество сложностей, государственный департамент должен с этим разобраться, другие страны должны помочь беженцам, но, опять же, есть недобросовестные некоммерческие организации, которые просто берут деньги, федеральные гранты не так уж сильно помогают иммигрантам, просто прикарманивают остальные деньги, и именно поэтому сейчас 10 тысяч и даже больше семей афганцев, которые до сих пор находятся в Абу-Даби и других военных базах, которые жалуются, заболевают, живут в государственных условиях и никак не могут попасть в США. Уже два с половиной месяца прошло, давайте не будем забывать с августа, и я надеюсь, что государственные департаменты и США смогут собраться и помочь этим беженцам и привезти их с Абу-Даби и других баз. Сабер, а как так получается, что не всех действительно сражавшихся бок о бок с американцами удалось вывести из Афганистана и в то же время в самой Америке оказались, как вы сейчас сказали, случайные люди. Тут что-то можно сделать? Что ж, некоторые люди приезжают и показывают ID, которые даже им не принадлежат и какие-то фейковые ID, и с помощью них они попали в аэропорт, а затем и на самолет и попали из Кабула и в Афганистан. Но, знаете, до сих пор в Афганистане прячутся даже настоящие американские граждане. Есть люди с грин-картами, которые прячутся в Афганистане, в Кабуле в том числе. Есть САВ, вот эти люди со специальными разрешениями, которые не могут попасть в США, люди, у которых открытые кейсы, которые должны попасть в США по гуманитарным началам. Тысячи и тысячи людей, запросов до сих пор поступают из Кабула, и большое количество этих семей жили долгое время за пределами США, и у них есть родственники, которые пытаются помочь им привести, их жизнь находятся в опасности, и талибы предупреждают эти семьи, которые помогали американцам, что им угрожает опасность. Сабир, а ведь неоднократно звучали опасения, что в Америку могут под видом беженцев попасть и террористы. Есть у вас информация USCIS или другим федеральным структурам, может быть, министерству внутренней безопасности удавалось ли кого-то поймать, выявить, что называется, террористов среди беженцев? Что ж, опять же, большое количество людей, которые попали в США, они должны были сюда попасть. Естественно, я ни в чем их не обвиняю изначально, я скорее рад за них, но, опять же, не факт, что всем этим приехавшим сюда угрожала какая-то реальная опасность в Афганистане. А террористы среди них есть? Я думаю, именно поэтому есть такие задержки и USCIS и Косвежский департамент пытаются найти плохих этих людей, которые, возможно, затесались среди беженцев. Естественно, плохие люди здесь в каждой стране, но, по крайней мере, то, что я вижу и слышу от афганцев, с которыми общаюсь. Среди хороших беженцев, так называемых, есть и гнилые яблоки, так что, я надеюсь, ФБР, ЦРУ и все ежепречитающиеся смогут найти этих людей. Если нет, то моя организация и афганцы, которые находятся здесь, я помогу найти тех людей, которые являются не тем, за кого себя выдают. Спасибо вам большое, Сабер. Сабер Насыри, глава Центра Американо-Афганских Отношений, работает с беженцами. С нами по-прежнему на прямой связи бывший сотрудник ГОЗ Департамента США Илья Левин. Илья, скажите, пожалуйста, интересная мне эта практика показалась, когда с афганскими беженцами, с теми же военными переводчиками,